Роман, здравствуйте! Скажите, что мы сегодня будем с вами готовить? Сегодня мы будем готовить с вами вместе телятину с баклажанами. Телятина с баклажанами, оно такое процессное, поэтому там будет что-то готовить. Сразу включает в себя и гарнирчик, скажем так, и основное. Мейн-кодс, да? Это блюдо пользуется наибольшей популярностью в стороне? Да, оно у нас сейчас достаточно популярно. Очередное блюдо из филе говядины, царская вытечка, как это говорят в России, да? Достаточно популярно, у нас все блюда из филе популярны, но вот это в последнее время пользуется наибольшим спросом. Давайте приступать. Порежу баклажан вот такими дольчиками. Баклажан, он вначале не замачивается, он сразу... Нет, вы знаете, я не замачиваю баклажаны. Почему? Я их замачиваю только по осени, поранней, да, когда они приезжают реально из-под солнца, да? Когда они в теплицах произрастают, никакой горечи в них нет. Уже не чувствуется. Если вы пользуете, конечно же, баклажаны, которые вырастили ваши родители, там бывает такое, да, или привезли там куда-то с востока, да, конечно, их надо баклажаны посыпать солью, дождаться выделения влаги, это 10 минут где-то примерно, протереть полотенчиком и после этого жарочка, да, потому что тепличные баклажаны этим не страдают. Вот. Нарезаем вот на такие направленные колюсики. Достаточно толстые, да. Достаточно большие, да, они усядутся когда-то. Это будет наш гарнир. Да, это будет гарнир, гарнировочка, скажем так, да. А то слово я услышал в России, под гарнировочка, да, ну, под гарнировочка мне нравится, но подлиннее, такой вот, как бы, такой вот, красивее, да. Вот мы порезали вот так вот баклажанчики, да, и сразу польём их достаточным количеством оливкового масла. Ну, что вот, ну, так это, ну, овощи будем, да, с мясом делать, как под гарнировочку, а вот вам, как кажется, что лучше сочетается с мясом? Всё-таки овощи, я считаю, что сочетается то, что сочетается, да, и сочетается то, что вас не тянет. Понятно. Очень удачно. Ну, Роман, расскажите, с чего начался ваш творческий путь, ваш приход в профессию, учились ли, может быть? Вот это вот сейчас что-то так модно стало, вот прям как повар, так сказать, сразу там вот творчество, но любое творчество начинается с ремесла, а творческое это потом, пускай люди определяют, да, уже это. Путь в ремесле у меня начался неожиданно достаточно, кушать захотелось, ну, вот так он у меня начался, пришёл, я в ресторан начал работать, давно это было, давно это было. Учились? Ну, я. Или всё на практике? Ну, и учился, и всё на практике, и тут дело такое, ну, не участь, невозможно ничего делать, специальных таких-то там университетов, как говорил Шариков, мы не заканчивали. Не заканчивали? Специальных университетов, да, ну, жизнь научила, работала в разных ресторанах, у разных специалистов, тем самым и постигали, ну, и, конечно же, обжигая руки и остальные части тела, вот это постигали на все это было. Какие, может быть, самые курьёзные случаи были вот в вашем пути? В курьёзных, да, выучку-парочку курьёзных случаев со мной в жизни. Такие самые приличные? Самые приличные, неинтересные рассказы. Ну, самые такие приличные, неприличные. Кармливал я одного премьер-министра, одного небольшого, скажем так, европейского государства. Ну, и к приезду очень я попросили приготовить шашлык восточный. У них был бизнес-ланч, время было крайне ограничено. Дышал я над этим шашлычком нежно, с некоторой частью творчества, задолго до приготовления, там, часов за шесть, прям я вот так вот его, прям, всё я над ним делал на то время, мне кажущееся уместным. Да, хотя слишком много операций было, но сейчас гораздо всё проще я делаю, да. Приготовил и шашлык, уложил на гриле, был в этом ресторане летний сад. Обычно в ресторане, ну, из заказов, там, ну, два шашлычка, там, один, три максимум, да. Тут группа вот этих вот людей состояла, ну, по-моему, было, что-то 10-12, и количество шашлыка было такое же, все одинаковое, 10-12. Уголёчки яркие, рубиновые. Уложил этот шашлычок и пошёл в зал поправить что-то на столе нежно. Там, позвонил, позвонил партье, это гостиничный дом был такой, очень элегантный. Позвонил партье и сказал, что весь двор в дыму, понимаете, вот с этого шашлычка. Закапало масло, и всё это вспыхло. Я сказал, всё это нормально, это ароматный дым от шашлыка, но всё уже понял, что у меня творится. Когда я добежал до гриля, там была домная, шашлыка уже, шашлык был вот такого цвета. В общем-то, всё было бесполезно делать, и уже в это время с мигалками заезжала полиция, заезжал кортеж, а это, ещё раз повторю, бизнес-ланч, у них время крайне ограничено. Я прибежал на кухню, и мне казалось, что у меня была охлаждённая шея лежала, в общем-то, всё как бы так вот было. Мне казалось, что я подбрасывал, знаете, обычно так вот шейка, где-то такого размера, мне казалось, что я одним движением рассекал её на шашлычные кусочки. Ребята подскочили, спросили, надо ли мне помочь, и я понимал, что говорить некогда. Я сказал, не надо. Быстренько в оставшийся маринад от этого шашлыка всё перемешал, нанизал, пожарил, сервировал, отдал, и как Полисов, в слесаре в знаменитом романе, уселся я за колодцем и начал грустить. Думаю, сейчас придут, надерут мне уши. Но пришёл представить его премьер-министра, и, в общем-то, так, похвалили нашу кухню, они были довольны, уехали. Ну, это вот к примеру того, что сдаваться никогда не надо. Если ты даже всё запорол, продолжаешь что-то делать. Но если мы сдадимся, ничего не изменится от этого. Сначала мы пожарим ферри-миньон. Так, вот здесь вот давайте. Давайте вот здесь. Сначала ему надо придать форму. Обжариваем, мы его только слегка обжариваем, и потом мы его, после обжаривания, мы его порежем на сковородочку. Это сколько он у нас минут будет обжариваться? Ну, буквально, когда в течение минут мы его пяти обжарим. Есть разные версии соления мяса до, после, во время, половина до, половина после. В общем-то, я считаю, что при быстрый жарке стейка большой роли, очень большой роли прям это не играет. А стейк, он же не нуждается у нас в дополнительном маринаде каком-то? То есть, это свежий кусок мяса и всё? В общем-то, да, это классика, да. Конечно же, сейчас немножко солим также бургер и смажем потом ещё немножко. Глубная мазка, вот у нас такая соль хорошая, прекрасная есть, да. Вот перец я предпочитаю потом. Перец немножко пригорает, хотя, опять же, в перечном стейке, например, да, сразу... Бум-бум-бум-бум-бум... Маринады, маринады существуют, некоторые виды, но они недолгие все. Это не значит, что это надо мариновать там по 8 часов. Но сейчас, в общем-то, видов мяса не так уж и много, да. Видов мяса не так уже много способов. Вот так немножечко даём соли представить, поскольку вкусов хочется разных, да. Поэтому, конечно, какие-то там маринования существуют, виды, но недолгие, так называемые сухие маринады обычно используют. То есть это без использования жидкости и соли, да. И жидкость и соль усиленную лакодачу вызывают в мясе. Ну, вот вообще, ваше мнение, красноярцам, они какую кухню предпочитают? Красноярцы, как и все люди, предпочитают кухню современную, да, современную кухню, кухню вкусную, прежде всего, да. Как сказал знаменитый там француз Коль Байкес, может, он не скажет это что-то имя. Не бывает высокой и невысокой кухни, бывает вкусно и невкусно, и всё. Вот так вот, в общем-то. Поэтому, кстати, тоже предпочитают поесть. Ну, конечно, возможно, ну, может быть, но чуть больше мяса едят, чем где-то, да. Ну, да, наверное, опять же, из-за нашего региона. В общем-то, видно, как жарится мясо, да. Вот видите, начинает оно, его можно немножечко так, чтобы оно только... Я предварительно, сняли ли вы, нет, я не помню, смазал лишечку маслом слегка, да. В общем-то, видно, что мясо вот начинает жариться, поэтому особой нужды там его трогать нету, да. Мы в это время зайняемся чем ещё. Вот здесь у нас сковородочка для соуса, да. Мы в сковородочку нальём нам надо масло. Какого соуса? Это мы сейчас будем делать? Это соус для тельята. Ой, извиняюсь, для тельята с баклажанами. У нас ещё одна популярная блюда есть тельята. Ну, и, конечно же, уложим сразу баклажанчики. Да, что вот люди предпочитают всё-таки? Это стейки, может быть, или, как я понимаю, шашлык в маринаде. Что вот? Скажу, как Форд. Люди предпочитают всё при одном условии, что это должно быть мясо. Ну, это всё, в общем-то, да. Помните фразу Форда, да, что машина может быть любого цвета при одном условии, что она чёрная, да? Вот, вот так вот. Вот, поэтому, особенно мужчины, конечно, сюда мы сейчас положим вот немножечко чесночку у нас здесь, чесночок, да, и лучок. И мы удалим всё это дело. Чеснок с луком, совмещаем? Да, да. Вот, обжариваем слегка для чего? Чтобы маслу ароматик дать, вот лука и чесночка, да. А лук нам для чего сейчас нужен? Для аромата, для аромата. Вот мы сейчас всё это уберём, вы увидите, да? Не все любят жареный лук, не все любят там пареный лук, не все так же любят чеснок, но ароматики некоторые будут. Хотя тоже разные версии по этому поводу есть. Сейчас стало считаться, что масло бесполезно, что-то добавляют. Знаете, вот часто в магазинах стоит такое-такое-такое-такое масло. Всё это хорошо только при добавлении в салат, например, или просто если есть бутылочка, поперем немножечко для хорошей желудочной деятельности, да. Последние как бы вот исследования, они более для меня интересны, чем что с чем можно. Ну, вроде как не остаётся при накаливании. Ну, это старая итальянская школа, итальянцы, учили меня итальянцы в своё время, бабушки итальянские вот так вот делали, да. То есть, ну, как говорят, лучше поварать всё-таки наши бабушки. А мы что делаем? Мы просто вот их кухню берём и красиво упаковываем, да, в общем-то. Так вот готовили наши бабушки. Ну, вот баклажанчик у нас вот такой вот получил. Я не советую чересчур делать баклажаны. Знаете, любят люди, вот обжарим, вот уже появляется у нас такое вот корень. Ну, золотистая корочка. Да, 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 как только это всё будет золотистеньким. Знаете, многие, которые готовят баклажаны, они прям вообще текут маслом. Но всё-таки я не считаю, что огромное количество, причём, пережжённого масла – это хорошо. Я вот по ходу добавляю так немножечко, да, чтобы он был сочненький такой, но не вот это вот, знаете, сплошное. И сейчас мы посмотрим наше мясо. Да, уже появился цвет. Отлично, да, и вот видите, да, вот здесь вот оно уже начинает. Вот здесь особенно хорошо видно, видите, видно, что оно жарится прекрасно. Это blue. Есть у нас любители и такого мяса, это, в общем-то, слегка обожжённое мясо с ароматом жареного. Это вот как раз, наверное, именно то. Ну, прям с крови. Что попробовал вот этот греческий жрец, когда они обжигали куски мяса, говорят, он нервы сдали, он откусил кусочек, появился вот этот стейк, а потом англичане всё это довели до совершенства. Да? Вот. И вот это мы отправим. То есть мы его должны довести до готовности? Да, вот здесь уже нужная степень прожарки, и некоторые ингредиенты туда ещё зайдут. Ингредиенты зайдут, да, вот соус бальзамика я добавлю, да. Так, немножечко мне понадобится бульончик. Немножечко перевернёт, да, в сторону соуса, помидорчики наши, вот. А, такая получается конструкция. В общем-то, вы знаете, я вот это буду всё снимать, пускай это вот немножечко ещё томится. Вот. Оно уже само доходит, да, до готовности? Всё уже, всё уже, тут всё. Или мы когда вот положили кофетку, начинает её там... Потом почищать толфеточкой. Вот положила, не трогая, идеально чистое поле, и там, вот, и только там пару капель калиткового масла. Вот это морская соль. Как хорошая, бретонская морская соль. Секреты поставляют из Англии. Одна из лучших в мире. Я вот слышала, что в ресторанах не принято солить. Чтобы не пересолить, то должен посетитель сам досолить блюдо. Это так или нет? Нет, нет. Если вы кушаете в ресторане, который претендует на тошку кухню, по залу вообще на столе, не должно быть ни солом, ни перечность. Не добавлять блюда. Потому что, видите, уже законченный вкус, и повар всё сказал. В нашей едолинке, да, у нас всё стоит. Пожалуйста, мы стараемся, конечно, поменьше солить перчей, потому что разные эти диабетики, диабетики, физкультурники, культуристы, мыслители в разные люди приходят там, да. То есть, пожалуйста, немножко солим. Но не солить вообще, это очень опасно. Почему? Потому как если в блюде большое количество специй, и приправ специи, знаете, приправа – это соль, сахар, соль, сахар, а специи – это уже вот эти там всякие там травочки, там ботеречок, там розмаринчик, это, конечно, спеточек, там-то-то-то. Так вот, если у вас обилие специй в блюде, то недосолённое блюдо приобретает отвратительный вкус. То есть море специи на пресноте, оно очень неприятно. И в этом случае лучше пересолить, чем не солить. На приготовление у нас с вами ушло порядка 20 минут, правильно? Да, 20 минут. В домашних условиях, я думаю, в принципе, можно будет и повторить легко. Конечно же, ничего сложного, абсолютно ничего сложного. Сегодня мы готовили вместе с шеф-поваром ресторана 1558 Романом Стунжа. Спасибо вам, Роман. Чтобы право не стоит благодарности, заботится о гостях ресторана «Наш святой дом». Вот так коротенько ее закончили.